Это рубрика «Реакция на сливы». Только в этот раз реагирую не я, а Роман Свечкаренко ответил на слив о нем. Чуть-чуть приоткрою занавес и отвечу на некоторые ваши вопросы. Думаю, они есть у многих. Сегодня я увидел комментарий, где девушка написала примерно следующее. Как можно быть музыкантом, потом быстро стать актером, работать психологом? Мне кажется, это странно. Давайте разбираться. Самое смешное, что и разбираться не в чем. Поэтому назовем это коротким повествованием. Первое, что меня связывает с музыкой, это 9 классов музыкальной школы по фортепиано. Сойдя из интересов в школе, было выбрано соответствующее направление после школы. Первое высшее образование называется «Педагог музыки дошкольных классов». Как-то так. Слово в слово не помню. Я получил его 10 лет назад. Тогда и диплом держал в последний раз. Естественно, я не работал педагогом. Мне нужно было зарабатывать деньги, оплачивая жилье, питание и пытаться чего-то достичь. А зарплаты, я думаю, вы сами знаете какие. По факту, уже будучи на втором курсе, я понял, что не буду идти в этом направлении. Нужно было закончить то, что я начал. Что по факту было правильным решением. Нужно объяснить, что музыкантами никогда не был. Думаю, что нет. Ну или давайте называть музыкантами всех, кто ходил в музыкальную школу. Моя актерская история тоже очень относительная. Я просто пошел на актерские курсы. Проучился там год, снялся в нескольких эпизодах и, собственно, все. То, что я сейчас снимаюсь в фильме, это трехлетний путь моей деятельности в Инстаграм. Большая аудитория и просто удачное стечение обстоятельств, а не актерская деятельность. Можно назвать меня профессиональным актером? Думаю, нет. Ну, либо давайте называть всех актерами. И, наконец, моя профессиональная деятельность. Тут еще все проще. Моя профессия, в которой я развиваюсь и теперь очень надолго. Ты вообще готов делать изредка подробные посты, где буду рассказывать что-то о своей жизни. Если у вас есть вопросы, пишите, буду на них отвечать. Это написал Роман Свечкаренко в своем Инстаграм. Но чем вам не ответ на сливы о том, что он музыкант, и как он музыкант мог стать психологом? А как вам Роман Свечкаренко? Любите холостячку? Подписывайтесь.